у нас большой план изображенный на доске не факт что мы успеем все сегодня но не беда мы продолжим в следующий раз с того момента где мы закончим сегодняшнее занятие напоминаю что мы с вами разобрали на прошлом занятие тетраэдер кристаллохимических понятий и начали подробнее разбираться с буковкой m которая обозначает понятие морфотерапия и начали мы рассмотрение морфотерапии с критериев устойчивости структурного типа для существенно ионных структур повторили отчасти бывший уже в весеннем семестре понятия первого правила полинга также связаны с ним третье и четвертое правила которые так или иначе связаны между собой имеет отношение к электростатическим законам взаимодействия раз у нас эти правила подчиняются электростатическим законам следовательно они особое значение имеет для существенно ионных структур где эффективность заряда атомов он сопоставимы по величинам с их формальными валентностями и где колоновские силы играют значительную роль для организации связывания атомов между собой в кристаллическую структуру сегодня мы продолжим разберем понятие фактора толерантности в нашем хорошем кристаллохимическом смысле этого слова выясним раздел посвященный модельным структурам для чего они нужны и какая от них бывает польза и разберем оставшиеся два правила полинга а именно пятое правило которое связано со многими важными понятиями как такими как сложность структуры разберем модный нынче информационный подход применительно к анализу кристаллического вещества и надеюсь что хотя бы начнем самое важное с моей точки зрения правило это второе правило полинга которое в отличие от других правил работает для всех кристаллических структур без исключения вне зависимости от тип химического связывания хотя впервые лайнус полинг применил его именно для ионных структур и изображенный здесь на обводном слайде лайнус полинг свои первоначальные формулировки второго правила отвергал существование многих возможных структур которые прекрасным образом существует ну и пока может быть поконструируем некоторые безумные составы которые в природе невозможно реализовать да и наверное в лабораторной химии тоже но с помощью чудесного железного ящика который называется электронно-учислительная машина можно попытаться смешать все элементы в любой пропорции как вы понимаете и нам за это ничего не будет хорошо ну давайте прежде чем перейти к фактору толерантности вспомним что вот при первое правило полинга и правила магнуса гольдшем это которые в принципе созвучны между собой они указывают условия образования устойчивого координационного полиэдра в случае бинарного соединения когда у нас есть два сорта атомов да один из которых выполнять катионную функцию другой неонную функцию тогда выбирая подходящий по размеру координационный полиэдр катион прекрасным образом чувствовать себя в определенном анионном окружении и здесь задача достаточно проста очевидно и будут реализовываться именно те полиэдра которым который лучшим способом удовлетворяют отношению геометрических размеров электроположительного электроотрицательного атома все было бы хорошо но бывают сложные кристаллические структуры где есть несколько разных полиэдров и не обязательно соединение вас будет бинарные вот поэтому если же с кристалл у вас будет состоять из карнационных пледов разного сорта тут же непременно возникает проблема которая связывается с тем что не всегда эти строительные единицы будут между собой соразмерные если вы строите кирпичную стенку из одного сорта кирпичей по размерам то у вас возникает проблема если у вас есть кирпичи бетонные блоки которые отличаются между собой по размерам вам нужно сложить стену используя два этих материала тут же возникает некоторые нюансы нужно так подогнать их отношения чтобы они были либо кратно либо соразмерные по каким-то направлению так как вы понимаете бывает далеко не всегда вот и впервые вот пример решения объяснение как кристаллические структуры выкручиваться в этом случае когда у нас есть несколько разных полиэдров привел небезызвестный норвежский кристаллахиме гольчмет еще в первой половине двадцатого века именно в 1927 году на примере структурного типа пировскита про который мы будем говорить и которым будем возвращаться еще неоднократно вот ну напоминаю наш чудесный структурный тип его можно описать с позиции плотнейшей упаковки или нет то помнит кто может описать дать словесное описание структурного типа пировскита желательно серп терминах плотнейших упаковок я понимаю что у вас было бурное лето вы никак не войдете вы это прекрасно давай естественно если мы описываем кристалл с позиции плотнейшей упаковки мы поставим его на ось третьего порядка стало лучше ну давай говори тогда раз лучше помните про совместную упаковку да там про совместную упаковку у нас они он и которые здесь изображены красным светом и более крупные катион находящийся в куба актоидрической координации помним куба актоидрической координации координационное число 12 вот совместно образует плотнейшую упаковку а более мелкие высокозаряженные катионы но в данном случае если мы берем химическое исполнение кальций титана 3 титан 4 плюс он находится в актоидрических пустотах но поскольку у нас формула соединения будет данном случае если найду что-то похожее на мел вроде все хорошо да по зарядам там все сходится если вот эти четыре атома образуют плотнейшую упаковку совместную то в каком количестве актоидрических пустот живет титан во всех ли актоидрических пустотах живет титан либо нет помню в одной четверти потому что на один шар плотнейшей упаковки в данном случае у нас есть и четыре шара формуле 1 актоидрическая пустота занята только одна вот какие же пустоты заняты ну ясно какие которые образованы только неонами обратите внимание что в первой координационной сфере в актоидрах титана нет белых шаров это вполне логично потому что это положительно заряженный от положить заряженный котел они между собой отталкивать средний коричневый шарик хочет находиться подальше от белого полном соответствии с электростатическими правилами полинга одноименные заряды имеет глупость отталкиваться друг от друга поэтому заняты только те актоидрические пустоты которые честно образованы только неонами обратите внимание что это жутко популярный структурный тип к нему если 6 в середине прошлого века относили несколько сотен химических соединений ты сейчас это количество зашкаливает за несколько тысяч порядка четырех тысяч только не органических соединений кристаллизуется в этом структурном теперь один из самых распространеннейших если не самый распространенный структурный тип среди неорганических соединений. Несколько тысяч. Многие из них обладают полезными физическими свойствами. Некоторые из них являются не только неорганическими, а гибридными. Что это значит? Это означает, что у вас роль одного из атомов выполняет какая-то органическая группировка. Тогда вроде бы не совсем органика, а не совсем органика, а что-то промежуточное получается. И там тоже куча полезного, в частности, для всесолнечной батареи. Эти элементы, которые являются основным элементом солнечной батареи, устроятся из материала, который так или иначе связан с этим структурным типом. Естественно, есть метрические искажения. Например, небезызвестный всем Титанат Барри, он не совсем кубический. Да и, в общем-то, сам амперовский кальций-титанатрион тоже псевдокубический. Что значит псевдо? Ну, это значит, что у него один из параметрических параметров элементарной чьи чуть-чуть отличается друг от друга. Тетрагональные искажения прямо испытывают. Либо ромбические искажения. Ну, чуть-чуть, там, в пределах, даже далее процента может быть. Формальность с точки зрения симметрии, любое искажение параметра С относительно параметра А и Б приводит тут же к пропаданию наклонной оси третьего порядка и понижение симметрии с кубической, там, например, детрагональной. Но, тем не менее, конечно, топология структуры сохраняется, и такие соединения, безусловно, будут относиться к этому структурному типу. Если у нас не будет меняться координационное число, тогда да, мы уйдем в другой структурный тип, родственный. Мы про него говорили, это годолиния феррома 3, где координационное число более крупного катиона равно 8. Это уже ромбическая структура. Вот. Значит, давайте посмотрим с точки зрения геометрии, что здесь происходит. Ну, координационные числа мы обсудили, 12 и 6. Но если взять чисто кубический вариант, то вот это расстояние, расстояние АХ, должно получиться в корень из двух раз больше, чем БХ, ну, из простых геометрических соображений. Значит, если А у нас белый катион, Б коричневый, то вот это расстояние в корень из двух раз меньше вот этого будет. Можно легко доказать. Вот. И таким образом, используя систему ионных радиусов, можно записать вот это соотношение, что радиус катиона А и радиус аниона Х – это корень из двух от этой вот суммы. Ну, мы разложили межатомное расстояние просто на сумму ионных радиусов. Вот. Но это выражение справедливо только для истинно кубического варианта. Поскольку большинство операций-то у нас не кубические, Гольшим сделал очень простую вещь. Он сделал вот такую штучку. Он сюда подписал букву «Т». Вот. Поскольку это отношение будет соблюдаться приблизительно и не во всех случаях, поэтому вот вывели некий вот этот коэффициент, который, как вы можете догадаться, как раз Гольшим-то назвал фактор толерантности, то есть приспосабливаемости. Фактор приспосабливаемости к структурам, к гнет-метрическим, геометрическим искажениям. Таким образом, в нашем смысле слова, это фактор приспосабливаемости двух структурных фрагментов друг к другу, чтобы им обоим было не так идеально хорошо, как в одиночном варианте жить, но в целом достаточно терпимо друг к другу. Но вот если мы сейчас возьмем стандартный ионный радиус, ну хотя бы из этой таблицы, и для координационного числа 6, а мы знаем, что ионный радиус зависит от многих факторов, и невозможно сказать, например, чему равен ионный радиус двухвалентного железа. Чему равен ионный радиус двухвалентного железа, кто помнит? Можно, конечно, здесь подсмотреть, да? Но, опять-таки, даже здесь у нас вот эта цифра некая синтетическая для вам, для простоты дана, потому что надо, отвечая на этот вопрос, что сказать? А в какой координации ионный радиус зависит от координационного числа? В координационном числе 4 или в координационном числе 6? Там поправочные коэффициенты будут носиться. А в каком спиновом состоянии? Двухвалентное железо высок к спиновому состоянию, двухвалентное железо вниз к спинному состоянию, совершенно разные по размеру ионы. Поэтому здесь должно быть куча уточняющих вопросов. Поэтому эти цифры, которые приведены здесь, в этой таблице, они являются во многом синтетическими и серединенными для простоты. А система ионных радиусов, которую Шеннон и Прюит придумали, впервые опубликовали в Акте кристаллографики в 70-х годах. Это самая цитируемая статья по кристаллохимии вообще считается, поскольку ей пользуются все. Там очень много значений для каждых катионон и ионной пары. И ионные радиусы даны во многих вариантах, но стандартизируют на КЧ-6. Если мы вот этой системой воспользуемся, то для реальных структур пировскитов окажется, что это равенство выполняется в таком диапазоне фактора толерантности 0,8-1-0. Что произойдет, если вы посчитаете, и у вас окажется меньше, чем 0,8, либо больше, чем 1? Это значит, что это цифровой индикатор того, что структурный тип пировскита будет неустойчив, и будет другой структурный тип, более подходящим для данного соотношения более мелкого и более крупного катиона. Мы сейчас эти случаи тоже разберем. Если взять истинно кубический пировскит, природных их не так много, но один из них показан на слайде, это стронс и титана-3, он считается истинно кубическим, в отличие от кальция титана-3. Называется он таусонит. Вот в честь таусона, такой ученый в Иркутске, на ней здравствующий работает, геохимик достаточно известный, там как раз будет в середине этого интервала. Таким образом, доверительный интервал фактора толерантности 0,8 и 1,0 указывает на стабильное, возможное существование структурного типа пировскита при таких вот относительных геометрических соотношениях между более крупным и более мелким анионом. Окей. Если мы в этот интервал не попадаем, мы будем меняться другими структурными типами. Давайте посмотрим стихиометрии А, Б, Икс-3, где А и Б — это два разных по своей химической природе катиона, а Икс какой-то анион. И посмотрим, какие структурные типы могут реализоваться при закономерном изменении фактора толерантности для данного соотношения. Ну вот смотрим. Ну давайте пойдем в середину таблицы, раз мы про пировскит говорим. Здесь некоторые представители нарисованы в левом столбце. Это, собственно, сам структурный тип. Это координационные числа. Почему три координационных числа? Понятно? Почему я даю три координационных числа, а не два? У нас три элемента формули. Анион тоже человек, да? Для него тоже указано координационное число. И последняя, третья цифра — это координационное число аниона, в данном случае, кислорода. Если мы рассматриваем кольцо титана-3. Давайте, кстати, проверим, надо ли пригодиться. Ну то, что координационное число титана если это титан, да? Шесть — это очевидно, да? То, что координационное число более крупного катиона 12 — тоже очевидно. Это кубок тайдер, видно, да? А вот давайте точку наблюдения возьмем кислород. Нам все равно это понадобится. Сегодня в первой плане занятия давайте сразу сделаем. Какое у него координационное число? Ну, шесть на доске написано. Откуда оно взялось? Давайте посмотрим. Что входит в первую координацию нашего кислорода, который вот центрирует ребро элементарной ячейки? Кто может сказать? Ну, два белых, два титана, очевидно, да? Как бы, вот, два четырехзарядных катиона. А кто еще? Сколько кальциев вокруг кислорода? Четыре. Четыре, конечно. Надо достроить мысленно четыре элементарные ячейки. И увидим, что у нас по кальцию будет координационное четыре, это будет квадрат, и вот гантелька такая титановая. Итого, значит, координационное число шесть, и наш кислород будет находиться в полиэдре, тоже в актоэдрическом окружении, в таком составной полиэдре из четырех кальциев и двух кислородов, что отражено в этой цифрке КЧ-6. Давайте посмотрим некоторые конкретные представители. Естественно, я не имел геометрической возможности нарисовать вам три с половиной тысячи здесь записи, хотя можно было при желании сделать, но давайте ограничимся цифркой четыре. Это, если используется стандартная таблица ионных радиусов. А здесь, если мы возьмем уточненные значения, как бы уже с поправками правильными, то здесь будет ровно единица. Ну, вот действительно, барич-то, но три, он выскочил немножко, да? Но, тем не менее, в общем, то, что было озвучено, примерно выполняется. У собственного кальциевого пироскита 0,98, у цирконьего представителя 0,94. Это все конкретные соединения, относящиеся к данному структурному типу. Немножко диссонансом стоит перекрытие вот здесь. То есть, когда 0,9, у вас некая неопределенность возникает, потому что мы можем попасть до долинии феррума 3. Мы разбирали на первой лекции, что это такое. Это рамбический, скажу, наперовскит, который родственная структура, но все-таки за счет качания октайдров коронационное число более крупного катиона уменьшается до 8. И, в общем-то, нельзя отнести к пироскитовому структурному типу. Это почти пироскит, но не пироскит. Структурный тип годолинии феррума 3. И самый главный представитель, я здесь описался, естественно, здесь C должен быть, это бриджмонит, это титан, исправьте потом на кремнии, очепятка. Но вот их достаточно много, представители у этого структурного типа тоже. Видите, редкоземельные различные соединения, там, Самаре, феррума 3 и так далее. У них тоже фактор толерантности близок к пироскитовому, 4,5 у анионов. Что значит 4,5? Это значит, что есть две кристаллографические позиции, неквивалентные одной позиции 4, у других 5. И поскольку количество таких, кратность позиций одинаково, среднее коррекционное число анионов будет 4,5. Если же мы с вами будем понижать еще фактор толерантности, это произойдет каким образом? За счет выравнивания размеров двух катионов между собой. Примерно одинаковые станут. Один чуть больше, второй чуть меньше. Здесь разница была очень велика. К долине феррума 3 тоже. Магний все крупнее, чем кремний, даже в высокобарном исполнении. А если мы выровняем их, по размеру, мы попадем в структурный тип алюминита. Кто помнит, что это такое? Вообще, что такое алюминит? У вас панироводия началась уже? Началась. Значит, что-то должны знать уже. Из общей диалогии должны знать. Что? Алюминит — это ферма титан-2-3. Молодец, да. Ферма титан-2-3. А это производная от какого структурного типа? От корунта. Помним корунт? 2,3 актеидрических пустот. В плотнейшей упаковке заполнена по корундовому мотиву. Октаидры рисовали в прошлом году, чудесные такие. Октаидрические мотивы рисовали на кристаллографии? Рисовали. Корундовый мотив рисовали? Рисовали. Во всех направлениях 2,3 актеидрических пустот занятых. Что из себя представляет алюминит? Давайте посмотрим на двухвалентное железо и четырехвалентный титан. Двухвалентное железо, усиленный ионный радиус, 0,8. А четырехвалентного титана немножко поменьше. Да? Вот. Смотрим. 0,64. То есть разница такая серьезная достаточно. Процентов так 25. На четверть он поменьше. Поэтому, если я вместо алюминия, двух атомов алюминия, пихну один атом двухвалентного железа и один атом четырехвалентного титана, с точки зрения баланса зарядов, вроде бы все будет хорошо. Но геометрические искажения будут настолько неприятны, потому что титана 6 полиэдра, конечно, сильно меньше, чем ферома 6 полиэдра. Даже несмотря на то, что коррекционные числа одинаковые, ребра ОО будут разные в этом случае. И в одном слое неудобно. Поэтому что они делают? Они упорядовываются по слоям. Для себя обратите внимание, вот перед нами модель кристаллической структуры алюминида. Я сейчас ее пущу, чтобы вы посмотрели. Вы увидите, что анеонный мотив, конечно, такой же, как в корунде, но атомы занимают послойно. Здесь они коричневые и синие. Одни из них более крупные полиэдры будут символизировать нам двухвалентное железо, а более мелкие будут символизировать нам четырехвалентный титан. И здесь упорядочение происходит за счет того, что у них сильно разные эти метрические размеры. Конечно, хотелось бы им беспорядочно располагаться. Энтерапийные эффекты никто не отменял. Стремление к беспорядку – это как бы заложено у всех. Вряд ли, если вас поместить в запертую комнату, вы будете поддерживать идеальный порядок. Скорее всего, разбросаете все это, как бы, ну, понятно. Но это естественно. Но вот здесь вот эта естественность, она гасится сильно разными геометрическими размерами, поэтому ему энергетически выгодно располагаться все-таки послойно. Поэтому, в принципе, если вы хотите алюминид отразить в вашем атласе, то совершенно, наверное, не обязательно даже лепить под него отдельную страницу. Можно его подписать в коррунта, сказать, что это производная структура с послойным предотвращением двух разных катионов. Обратите внимание, видите, коррекционные числа 6 и 6 здесь. Ну и 4 – это коррекционное число кого? Кислород. Он окружен двумя атомами одного сорта, двумя атомами другого сорта. Ну, в разных вариантах можете посмотреть. Хорошо, давайте пойдем в другую сторону. Будем увеличивать фактор толерантности. Что для этого нужно сделать? Нужно увеличивать разницу в размерах между катионом А и катионом В. Если мы выйдем за единицу в сторону увеличения, мы попадем в известный вам структурный тип кальцита. Прошу любить и жаловать. Мы эту модель уже показывали, огромную и большую. Здесь, конечно, сильно разные по размерам катионы. Если кальций с трудом, но помещается в октайдр кислородный, такой крупный кислородный октайдр с коррекционным числом 6, то углерод, он маленький. Он настолько маленький, что его координация какая? Треугольная. Во всех карбонатах СО3-группировка присутствует. Это треугольник. На самом деле не совсем треугольник, он немножко зонтик. Почему? Вот треугольная дырка, вот эта кислородная, она чуть-чуть меньше, чем размер углерода в варианте С4+. Его чуть-чуть выдавливают из плоскости треугольника, но об этом все предпочитают не говорить. На самом деле такой псевдо-треугольник, где центральная вершина чуть-чуть выходит из плоскости. Чуть-чуть зонтик он на самом деле. Карбонат-ион не плоский, не абсолютно плоский. Но об этом никто не говорит, поэтому треугольник пускай будет треугольник. Некоторые представители, мы на прошлом занятии озвучивали чуть больше, ну вот магнит СО3, марганец СО3, кальций СО3, кого вы еще можете назвать? У кого-нибудь еще хотя бы одного, который относится к структурному типу кальцита, безводный карбонат, кого я пропустил? Берем любой с ионным радиусом меньше, чем 1 ангстрем. Ферму СО3, это кто? Сидорит. Хорошо, ладно, молодцы, справились. Вот, 6,6,3. Значит, октаэдр, почти треугольник. У кислорода тоже координация равна трём. Составной как бы треугольник по двум катионам. Еще увеличиваем различия в размерах. Тоже кальций СО3, он диморфен, но уже в арганитовом исполнении. Здесь координация по более крупному катиону будет уже не 6, а 9. Здесь кальций и другие крупные катионы, которые живут в этом структурном типе. Например, свинец, например, стронцы, например, барий. Они все будут иметь координацию не 6, а 9. Поэтому арганит более высокобарная модификация. Понимаю. При сжатии приложения внешнего давления анионы сжимаются сильнее, чем катионы. Следовательно, координационные числа в целом должны расти. Если мы рассматриваем структуру в катионном аспекте полиэдрическом. И действительно, у арганита, видите, координационные числа выше, чем кальцитовые. И поэтому можно легко предположить, что при повышении давления у нас произойдет переход из структуры кальцитов в структурный тип арганита. Либо, вспомнив чудесную поговорку, что как действует давление температуры. Помним? Давление температуры обычно, что действует в противоположных направлениях. Если у нас арганит высокобарная фаза, значит, она будет высокотемпературной либо низкотемпературной. Низкотемпературная. Значит, при понижении температуры либо при повышении давления. Значит, кальцит при повышении температуры будет более устойчив. Вот, все это или не все? Значит, смотрите, какие значения фактора толерантности для уже арганитовых структур. 1,4, 1,5. Но это еще не предел. Оказывается, можем перейти в структурный тип рубидии NO3. Смотрите, какое большое коррекционное число у катиона здесь. Рубидия в данном случае 12. Как можно описать эту структуру? Безусловно, там тоже треугольники, но единицы треугольники NO3. Но если вот в кальците и арганите треугольники располагаются в одной плоскости все, красиво так, да, то там они вот криво расположены. Я эту картинку показывал вам. Таким образом, и этот структурный тип характеризуется еще большими значениями фактора Т. Также обратим внимание, что на границе находятся деморфные вещества. Собственно говоря, кальций СО3 находится здесь на границе и относится к одному, и второму структурному типу. Это замечание важное мы уже отразили, что вот такие морфотропные ряды, которые показаны в таблице по мере изменения химического состава, но они могут реализовываться и внутри одной химической формулы при изменении термодинамических условий. Мы с кальцитом можем перепрыгнуть в арогонит при повышении давления. Но это уже явление будет называться явлением полиморфизма, которое мы будем разбирать дальше подробно. Окей. Важное замечание, кстати, смотрите. Вот, допустим, вам дали задание синтезировать кальций СО3 в структурном типе кальцита. А вот вы синтезируете и не знаете, что у вас вырастет. Или это полиморфная модификация, либо это. Как убедить атома кристаллизоваться в структуре кальция СО3? Ну, можно включить там температуру давления, попасть в нужный диапазон устойчивости той или иной модификации. Но если у вас нет, допустим, условий, чтобы там проводить синтез при высокой температуре либо при повышенном давлении, что нужно сделать? Нужно что? Немножко похимичить, как говорится. Как убедить кальций СО3 кристаллизоваться в структурном типе кальцита? Нужно подсыпать вместе с кальцием что-нибудь мелкого, например, магний. Добавки магния, которые гарантированно меньше, чем кальций по размерам, они убедят нашу кристаллическую структуру быть кальцитовой. Одновременно, если мы захотим вдруг неожиданно синтезировать арогонит, мы подсыпем стронция. Будет немножечко твёрдый раствор уже, там кальций 99%, стронция 1%. Но, тем не менее, это убедит нас кристаллизоваться именно в арогонитовом структурном типе. И действительно, если мы посмотрим природные образцы кальцита и арогонита, в арогоните есть стронция. А в кальците стронция никогда не будет, потому что ему противно лезть. Для стронция эта пустота маленькая, ему нечего делать. Поэтому, когда есть и то, и то, он полезет, конечно, сюда, в девяти вершин, но никогда не полезет в октайдр. Почему? Потому что стронция крупнее, чем кальций, ему в октайдре нечего делать. Это известный факт, что стронция присутствует в арогоните значительно больше их количества, чем в кальците, стабилизируя эту модификацию. Давайте разберем теперь другую стихиометрию. Из АВХ3 перейдем в А2ВХ4. Что я держу в руках? Или можно ли эту структуру описать с позиций плотнейших упаковок, либо нельзя? Кто это? Что это такое? Конечно, это Шпинель. А какая формула у Шпинеля? Здесь можно выкатить не 3500 названий, а значительно больше. Потому что я бы сказал, что структурный тип Шпинеля не менее распространен, чем структурный тип Пьеровский. А с позиций плотнейших упаковок описывается? Описывается. Шпинели вы мотивы рисовали? Рисовали. Тоже ставим новость третьего порядка. Тут же увидим кубическую плотнейшую упаковку, которая занята и актоэдрические, и тетраэдрические пустоты. Сейчас выясним, в каком соотношении. Х, а не он. Это актоэдрический катион, и это тетраэдрический катион. Какой процент актоэдрических пустот занято в этой кристаллической структуре? Если B2, а Х4. Арифметика второй класс. Одна вторая, да? На каждый шар плотнейшей упаковки приходится одна актоэдрическая пустота. Значит, у нас занята одна вторая актоэдрическая пустота. Какой есть шанс реабилитироваться? Какой процент актоэдрических пустот занят? Одна восьмая. Молодец. Понятно, почему одна восьмая, да? Потому что две пустоты на один шар. У нас шаров четыре, значит, пустот восемь. Прекрасно. Сейчас мы с вами поговорим, почему структурный тип так распространен. Это вообще чума в силу многих факторов. В том числе в силу фактора толерантности. Давайте сейчас посмотрим. Окей. Если мы идеальную кубическую шпинель рассмотрим, понимаем, что такое бывает тоже далеко не всегда. Расстояние от Bx – это четверть параметра элементарной ячейки. Это легко видно. Вот это расстояние. Ровно четверть параметра. Расстояние Ax – это вот это. Это что такое? Это А корней из трех на восемь. Восьмушка от телесной диагонали куба. Теперь давайте уравняем эту штуку. Округлим до сотых. Получится радиус тетроидрического катиона плюс радиус аниона. Это 0,8,7 от радиуса актоидрического катиона и радиуса аниона. И теперь подставим букву Т в нужном месте. Вот это значение фактора толерантности для шпинелевого типа. Прекрасно. Давайте теперь проанализируем все там 4000 шпинелей, которые известны, как бы и посмотрим, чему у них равно значение Т. А выясняется, что значение Т у них равняется вот в этом интервале 1,0,1,2, имея среднее значение 1,1. Страшно? Осознали эту всю прелесть ситуации? Или не осознали еще? Вот поставьте 1,1 сюда. Что мы получим? Может 0,8,7 умножить примерно на 1,1. Что это будет? Ну, это не 1, но 1, короче говоря, получится. Примерная единица. Что значит примерно единица? Это значит, что вот этот множитель мы сейчас удалим. Это что значит? Это значит, что у нас этот структурный тип стабилизирован таким образом, что у нас сжатые октаидры и увеличены тетраидры. И радиус катиона в тетраидре равен радиус катиона в октаидре. Это что значит? Какой важный вывод из этого можно следовать? Что катиону, в принципе, в данном случае плевать на первые правила полинга для данного структурного типа. И он может лезть одинаково комфортно как в тетраидр, так и в октаидр. То есть они геометрически подходят примерно одинаково. Это приводит к чему? К огромному многообразию и полному беспределу заселения катионов октаидрических и тетраидрических позиций. С точки зрения геометрии им все равно. Прекрасно. Это важный вывод. То есть возможность неупорядоченного распределения катионов по тетраидрическим и октаидрическим позициям. Это значит также, что если вы являетесь трехвалентным катионом, совершенно не факт, что вы будете занимать белые позиции. Вы можете легко пойти в синюю. Позиции вытолкнуты, из них двухвалентный катион. Поэтому шпинели бывают, помимо нормальных шпинелей, еще Антонио, к слову, ненормальные нехорошо. Люди тоже жить хотят. Вы придумали термин обращенные шпинели. В чем это будет заключаться? Это будет заключаться в следующем. Если у меня нормальная шпинель, вот такая вот, АВ2Х4, где В3+, он в октаидрическом пустоте живет, а А живет в тетраидрической пустоте. А2+, у нас. То, что из себя представляет шпинель обращенная? Шпинель обращенная, это будет вот такая. В3+, она будет жить в тетраидре. И осталось у нас две октаидрические позиции. Значит, В3+, живет в октаидре. И А2+, будет жить тоже в октаидре, имея координационное число 6. Это полностью обращенные шпинели, когда все синие позиции заняты трехвалентными катионами, а белые позиции в этой модели заняты в равном соотношении пополам двухвалентными и трехвалентными катионами. Какие же факторы нам указывают, куда и какому катиону идти? Весной мы с вами говорили про энергию предпочтения при октаидрической координации. Помните, мы считали, например, для некоторых D-элементов существует всегда предпочтение заселения октаидрической позиции из-за специфики расщепления орбиталей, помните, в октаидрическом поле леганов. И, например, для некоторых элементов это важно, а для некоторых это не очень важно. Вот если взять железо, то для двухвалентного железа ей вкусно, у нее есть дополнительная энергия стабилизации именно в октаидре. А у трехвалентного железа этот эффект равен нулю. Поэтому, если мы возьмем соединение феррум-3О4, которое называется как? Феррум-3О4 это что? Магнетит, совершенно верно. На самом деле, это, конечно, никакой не феррум-3О4, а это феррум-феррум-2О4, но магнетит является обращенной шпинелью, потому что двухвалентное железо очень хочет жить в октаидрической позиции, и там вкусно и сладко. И она трехвалентному железу говорит, слушай, ну подвинься, пожалуйста, а тебе-то все равно, педиметричь это все равно, а мне приятно. Ну и доброе трехвалентное железо говорит, ну конечно, что я не уступлю, что мне все равно, а тебе приятно, проходи, пожалуйста. И двухвалентное железо чудесно садится, занимая октаидрические пустоты, и магнетит является на данном слое правды обращенной шпиной. Что же происходит с этим структурным типом, если у нас фактор толерантности выходит за границу шпинелевой устойчивости? Что это можно сделать? Либо сильно увеличивать размер актаидрического катиона, либо наоборот уменьшать размер тетриэдрического атома. Мы попадем в другой структурный тип, он не безывестный вам, это структурный тип оливина. Кто помнит структурный тип оливина? Как его описать? Что это такое? Кто здесь кто? Есть ли здесь плотнейшая упаковка? Ну, в расширенном понимании. Ясно, что раз структуры ромбической, оси третьего порядка здесь нет, но псевдоупаковка наблюдается, она двухслойная, и сколько процентов актаидрических пустот здесь занято? Ну, смешно, раз у нас сохранилась формула АВ2Х4, то половина актаидрических пустот занята более крупными катионами, в данном случае магния, если у нас форстерит, и 1,8-я, это актаидрических пустот по-прежнему занято, в данном случае, кремнием, то есть это островной силикат. Что еще интересного про оливина можно сказать? Помните, что это, пускай поганенькие, но геоспидометр? Что такое геоспидометр? Это химическое соединение, которое позволит нам, например, получить информацию о скорости крестования магматического очага в далеком Ордовике, когда он кристаллизовался, к примеру. За счет чего? Потому что у оливина есть твердый раствор, магния и железо, с различным соотношением магния и железа, но у нас есть две разные позиции, разные по симметрии, разные по размерам. У нас есть так называемый М1, вот октаидры, вот они образуют эту колонку, это центр симметричный октаидры, и есть М2 октаидры, которые образуют вот эти зубчики этой оливиновой ленты, которые вы тоже рисовали в весеннем семестре. Они немножко покрупнее по размерам, следовательно, если дать возможность кристаллу медленно и печально кристаллизоваться в течение долгого времени, и у вас будут катионы ходить и выбирать, куда бы им пойти сесть, то железо предпочтительно сядет в позицию М2, потому что она больше, а ион железа двухвалентного несколько крупнее, чем магний по размерам. Поэтому им менее противно садиться в М2 октаидры, чем в октаидры М1. По лидрической модели это видно еще лучше. Вот здесь они, конечно, с соображением экономии структурных фрагментов токарем изображены одинаково, и на самом деле вот эти октаидры чуть больше, чем вот эти. Поэтому, если вы увидите, что, допустим, соотношение вот здесь железа к магнию 40-60-40, а здесь 50-50, значит, у вас есть частичное упорядочение произошло. Значит, очаг магматический в далеком Ордове остывал не так, чтобы быстро. И железо имело возможность там немножечко как бы перегруппироваться в процессе кристаллизации. А вот если у вас статистическое распределение там и там, значит, что можно сказать? Быстро все неслось и с криком «А!» садились куда попало при образовании кристаллической структуры. То есть, Оливин в данном отношении еще имеет такое геоспидометрическое назначение. Кстати, он не очень хороший, пероксены в этом отношении лучше, там такой же эффект, но больно сильно выраженный. Осталось дело за малым. Залезть в каждый октаидр внутрикристаллической структуры и посмотреть, кто там живет. Поможет ли вам курс рентгенографии здесь? Или бы не поможет? Давайте подумаем. Тем более, что у вас через пару будет рентген. Можно ли взять рентгеновский аппарат и быстренько померить рентгенограмму? Вам что не даст это? Или не даст? Хорошо, ладно, рентгеноструктурный анализ, расшифровка кристаллической структуры он даст, но он вам даст среднее содержание. Примерно столько, примерно столько статистическое. Рентген дает вам серый кристалл виртуальный усередненный по позициям. То есть он не очень хорош, здесь нужны спектроскопические некоторые локальные методы, которые позволяют внутри конкретной кристаллографической позиции, внутри конкретного пледра посмотреть, что вокруг него живет и кто живет внутри. То есть рентген не лучший метод для данных целей. Хорошо, известный структурный тип, конечно, не такой распространенный, как шпинель, но оливин тоже несколько сотен представителей там присутствует, безусловно. многие силикаты, многие германаты кристаллизуются. Из-за чего? Из-за того, что у нас второй вариант, у нас маленький тетраэдрический, он в октайдер не полезет. А критическое значение, где почти единица, 0,97, это магний 2, германия 4, который кристаллизуется как в структуре оливина, так и в структуре шпинели. Это важно. Почему важно? Раз германия у нас как бы имитирует кремний при повышенном давлении, поскольку он крупней по размерам, соответствующий германат у нас является аналогом силиката высокого давления. Из-за этого факта диморфизма магний 2, германия 4 можно, насторожившись, поднять уши вот так, подумать, ага, значит, что? Что будет с оливином при высоком давлении? Если магний 2, германия 4 диморфен, ну, перейдет шпинель. Совершенно необязательно до этого на него класть 600 кг километров камней. Там будет все. Но мы знаем это прямо сейчас, знаете, про диморфизм магний 2, германия 4. Кстати, обратите внимание, что вот этот второй вариант будет реализовываться при другом распределении валентности. Топология структурного типа оливина хороша не только для 4-х валентного мелкого катиона, но, например, и для 2-х валентного бериллия. Бериллий в тетраэдре живет, живет. Там немножко другая валентность должна быть. 3-3 в октаэдре и 2 в тетраэдре. Тем не менее, эта топология позволяет и это сделать, и мы получим хризоберил. Хризоберил имеет ювелирную разновидность, называемую окраску. Вы же химики. Хром, да. Вот здесь мы немножко хрома... Здесь, чтобы был александритов эффект, здесь нужно аккуратно, не перестараться. Он в неком диапазоне малых процентов работает. А куда хром сядет? Давайте подумаем. Сюда или сюда? Конечно, в актаэдрическую позицию. Что такое александрит? Это бериллиевые тетраэдры, которые в данном случае здесь оранжевым цветом если вместо кремния это будет заселено бериллием. И белые позиции будут хромом заселены. Кстати, а как вы считаете, хром в М1 или в М2 предпочтительно пойдет? В какую из двух актаэдрических позиций с большей вероятностью можно встретить хром? Ну, значит... Так, так... Так, значит, куда полезет в М1 или в М2? В М2 предпочтительно хром встретить в М2 с поправкой на энтропийные эффекты. То есть, не то, что там 100% хром будет жить в М2 и шиш с маслом будет жить в М1. Так не будет, но хром будет жить предпочтительно в М2 позиции, потому что он крупнее, причем он серьезно крупнее, чем алюминий. Посмотрите, хром 3 плюс 0,64, алюминий 3 плюс 0,57. То есть, 10% в размерах присутствует. Это вот этот оранжевый нарисован, что увеличить размерные характеристики, как вот эту. И мы попадем в фенокид с фактором толерантности больше 1,2. В данном случае катионы выравниваются по размерам, наоборот, и оба попадают в тетраэдры. Посмотрите, какая красота изображена на слайде. На слайде изображена чудесная тетраэдрическая дексагональная структура. Вот она в полиэдрическом исполнении выглядит таким вот образом. И тетраэдры покрашены в два разного цвета неспроста. Почему? Потому что они заселены разными катионами. Есть один кремний, в данном случае кремний у нас оранжевый в этой модели. Это можно сказать однозначно. А сереньким здесь выделены тетраэдры бериллиевые. Бериллий вообще хитрый элемент. Мы об этом уже говорили. Во-первых, он двухвалентный и мелкий. И сидит с удовольствием и живёт в тетраэдре. За счёт того, что он двухвалентный, ему позволительны те шалости, которые не позволительны кремнию. В частности, при рёберной полимеризации тетраэдров. Не очень-то он боится третьего правила полинга, в отличие от кремния. Может он иметь общие рёбра. Но в данном случае общих рёбер нет, но бериллиевые тетраэдры контактят друг с другом в отличие от кремниевых. То есть формальной точки зрения фенокид это островной силикат. Но как-то рука не поднимается, просто причислен к островным силикатам. Но здесь конечно гетеро полиэдрическая конструкция из двух разных по химическому наполнению тетраэдров. То есть так и хочется называть его каркасным берилосиликатом. Но кому как больше нравится, пожалуйста, аккуратнее. Только полиэдрическая модель не очень крепкая, но в догонку я вам посылаю шариковую модель, где чудесно видны дексагональные каналы. Посмотрите, какие пустые дексагональные каналы, проходящие вдоль оси С элементарной чейки, куда может залезать всякая гадость. Отлично. Поэтому, если вы назовете каркасом берилосиликат, наверное, будет не очень большая ошибка. Формально, если на минералоде вас спросят, что такое фенатит, говорите, да, островной силикат. Таким образом, вот этой идеей, что в сложной гетерополиэдрической постройке кристаллической структуры строительные элементы должны быть соразмерны друг к другу, похожи друг на друга. Невозможно построить дом из кирпичей и вот таких блоков, которые отличаются в 1,7 раза. У вас щели будут, много слишком цемента придется замазывать. Надо подстраиваться друг к другу, иногда наступая на горло собственной песни. Вот на этой идее базируется разделение силикатов на две большие группы, которые в свое время предложил Николай Васильевич Белов. Он предложил две главы кристаллохимии силикатов. Одна глава это кристаллохимия, базирующая на СИО-4 тетраэдрах, которые легко подстраиваются под эктеэдрические ребра не очень крупных катионов, таких как магний, железо и подавляющее большинство структур силикатов, которые мы видим, это характерные представители так называемой первой бреговской главы кристаллохимии силикат, в том числе и, собственно говоря, оливин. Как структура формируется? СИО-4 тетраэдры склеиваются с магниевыми октаэдрами. Почему? Потому что ребро СИО-4 тетраэдра очень похоже по размерам на ребро магниево-6 октаэдра, ферромо-6 октаэдра или любого другого октаэдра. Таким образом, вот эта бреговская первая глава кристаллохимии силикатов, это кристаллохимия силикатов, где наряду с СИО-4 тетраэдрами различной степени полимеризации естественно структуру формируют и с размерным по размерам метрическим характеристикам полиэдры других атомов, обычно не очень крупных. Но вот когда атомы становятся крупными, например, кальций, барий, что-то еще с ионным радиусом более одного анэкстрема, с натяжкой редкие земли, которые тоже иногда бывают крупноватые, становится структуре плохо. СИО-4 тетраэдр никак не может обеспечить склейку, он не может подстроиться к этим октаэдрическим ребрам. Например, вот в ластаните, хоть октаэдр, но это кальцевый октаэдр. Ну и что, посмотрите, размер СИО-4 ребра, и размер ребра ахтырического. Ну и как здесь склеишься? Да никак. Можно, конечно, попросить кальций ужмись, пожалуйста. Все хорошо в меру, толерантность, толерантность, но не такой же степени, я могу в два раза меньше стать. И СИО-4 тетраэдр, ну скажешь, ну давай ты будешь СИО-расстояние не 1,64 ангстрема, а 1,8. Кремний посмотрит, тебе скажет, ну я не могу так, у меня связь будет слабая, я не могу сделать СИО-4 тетраэдр связь размером 1,8 ангстрема, чтобы ребро было больше только в угоду кальциевому октайдру. Не получается. Так вот, вторая глава, она как раз описывает, что? Она описывает кристаллические подстройки силикатов с крупными катионами, вот такие, как натрий, кальций, редкие земли, размер которых сопоставим с одним ангстремом, в ряднем случае даже больше. И здесь главным строительным элементом становится уже не СИО-4 тетраэдр, а кто? Не, кремний в октайдре не живет. А вот, посмотрите, кто приклеивается к нам к ребру? Это кто? Это Си-2О7 диорта группа. Это же вообще клондайк по геометрии. Почему? Потому что это шарнирное соединение, этим углом можем варьировать. Я могу вот так вот здесь прыгать вплоть до вот этого до этого расстояния, когда на одной линии все находится. Здесь большая вариативность есть. То есть, если в качестве кирпича использовать не СИО-4 тетраэдр изолирный, а диорта группу, то мы можем обслужить и крупные катионы, чтобы у нас было все хорошо и соразмерно. Вот. То есть, вот наш главный кирпич в данном случае, наш строительный клей, наш цемент в силикатах, который Белов отнес ко второй главе. Силикаты с крупными катионами. Здесь на первую роль выходит диорта группа. И здесь есть действительно вот сумма высот двух тетраэдов будет близка к четырем ангстрем, которые это некая метрическая единица, которая обслуживает вот эти ребра более крупных полиэдров. И здесь есть такая чудесная историческая ошибка, которая фигурирует в нас во многих учебниках. Если вы откройте красный учебник Егорова Тесменко, вы увидите, что здесь при описании вот этого второй главы фигурирует минерал тертветит. Тертветит это скандий 2С2O7. Здесь есть диорта группа и вы в учебнике Егорова увидите вот эту картинку, которая подписана, что ребра крупных скандиевых октаэдров. Уже надо напрячься. Что здесь крупного сканди? Посмотрите, 0,83. Ничего такого особо крупного. Несоизмеримо. И дальше все, что я вам сказал, вы можете практически себе измене прочитать. На самом деле здесь все не так. И все не так было видно уже в исполнении, когда просили сделать полиэдрическую модель под артветит. От геометрии никуда не уйдешь. Бедный мастер пытался выполнить социальный заказ, показав, что все соизмеримо. Но для этого пришлось воткнуть тетраэдр один в другой. Иначе не получалось. Не получалось даже на уровне изготовления модели понятно было, что здесь что-то не так. А если посмотреть в другом ракурсе, будет очевидно, что здесь все будет не так. Посмотрите, вот что из себя представляет. Это шестичленное кольцо из не очень крупных скандиевых октаэдров. В принципе, СИО-4 тетраэдр мог бы их обслужить. А садится-то он как? Вот три места склейки. Сейчас на следующем слайде покажу. То есть здесь никакого отношения к этому ребру не имеет конкретно. Просто так получилось, что диорта группа Си-2-7 села в такой аэродромчик на трех точках в дексагональной колечко из искаженных не очень крупных скандиевых пулетов. То есть на самом деле тортветит это не очень хороший пример демонстрирующий структуру из второй главы кристаллахимии силикатов. Вон, три точки посадки. значительно лучший, конечно, пример это волостонит. В честь кого назван волостонит, помним? В честь минералога волостон. Вот модель шариковая и модель полиэдрическая. На полиэдрической конечно лучше видно, что как раз почему за такая изогнутая цепь с периодом повторяемости три тетраэдра. И волостонит пишет не Си-О-3, а Си-Три-О-9 кристаллохимическую формулу. Си-О-3-3 же правильно написать Си-Три-О-9 за счет период цепочки. За счет того, что каждая отдельная диортогрупповая цепи приклеивается к ребру крупного очень крупного кальция 6 октаэдра. Помним кальций с точки зрения кислородных координационных чисел. Он очень такой вариативный элемент и может варьировать свое координационное число от 6 до 12. Вот в Перовските там 12 кубок октаэдра. Здесь 6, но это крупный октаэдр. 6 это ого-го-го какое 6. Это не несчастная левиновая 6 у магния. Это крупное ребро. Такой пухлый октаэдр. И конечно очень хороший представитель второй главы кристаллахимии силикатов это именно волостонит. Так что имейте в виду, что вот такой у нас казус был в свое время и не всегда надо доверять тому, что пишут даже в учебниках. Даже проверенных. Важное замечание касающееся близким значением фактором толерантности заключается в том, что в одном и том же строктонном типе может жить совершенно разная химия. Если относительные размеры наших химических элементов находятся в доверительном интервале его существования. Посмотрите, какие разные бывают перавситы. Виде вторном исполнении анионном может быть йод какой-нибудь сидеть в октаидре. Редкие земли могут занимать крупную позицию. Про шпинели я не говорю. Шпинели мы уже пели в начале сегодняшнего занятия про шпинели. Что такое шпинели? Это помойка. Почему помойка? Потому что неупорядоченное размещение катионов по актеидрическим позициям. В кислородном исполнении половина таблицы Менделеева могу засунуть туда легко. Как туда, так вот туда. У меня огромная вариативность химических составов получилась. Плюс различная степень обращения. То есть даже внутри одного и той же химической формулы я могу наделать совершенно принципиально разные по физическим свойствам в шпинели. Так еще посмотрите, у нас есть вариативность по анионному наполнению. Сера. А возьмем серу в качестве аниона. Совершенно другие количественные соотношения получились. Совершенно другие катионы уже могут влезть, чтобы данный структурный тип существовал кобальт 3С4. Огромное количество различных вариаций. Что это дало наблюдение? Что позволило сделать? Гольшмиду позволило сделать вывод о том, что можно придумать для каждого химического соединения важного некий кристаллохимический аналог. Частично мы этому уже касались, когда говорили про германаты. Модельные структуры либо кристаллохимические аналоги это некие родственные соединения, которые обладают немножко другой химией, чем то, что мы изучаем, но оно имитирует поведение нашей структуры при изменении термодинамических условий, при повышении температуры либо при повышении давления. И смысл этих модельных структур с ними гораздо легче экспериментировать. Вместо того, чтобы изучать силикат, мы можем взять фтороберилат, например, либо германат. Германаты имитируют поведение силикатов при повышенном давлении в силу большего ионного радиуса германии. Фтороберилаты значительно более легкоплавкие. И совершенно можно имитировать изменения в этом направлении и более растворимы, силикат. Окей. Каковы примеры, например, полезные с точки зрения германатов? Мы уже говорили про силикатную шпинель. Магнит-2, германия-4, он диморфен, то есть дает нам некую информацию о том, что будет происходить на глубине не со шпинелью, а именно с оливином. Оливиновый именал чуть не 30% имитирует химический состав земной коры. То есть это важное соотношение элементов, которые рано или поздно должно перейти в силикатную шпинель, имеющую название. Обратите внимание, в честь рингууда силикатная шпинель названа рингуудитом. То есть магний-2, Си-О-4 это рингуудит. Германию-2 тоже он диморфен. Помимо кварцевой модификации существует еще какая модификация? Говорили на прошлой лекции про это. Со структурным типом кого? Германию-2. Написано, да, стишовито. Координационное число какое? 6. Значит, у нас будет в определенном давлении будет происходить структурная перестройка структуры тетраэдрической координации кремнезиома в структуру с актоэдрической координацией, потому что кремний рано или поздно перестанет помещаться в столь любимый мук кремниевый тетраэдр, кислородный тетраэдр. Фазовая диаграмма Си-О-2 выглядит примерно вот так. Эта картинка можно будет посмотреть везде. В интернете наберете Си-О-2 фазовая диаграмма, вам вывалится скорее всего повышение температуры будет последний переход структурного типа кварца, но альфа-бета я не разделял здесь, то есть не я, а создатель этой картинки. Вот достаточно малое поле устойчивости Три-Диэмита, помним, дексагональная модификация тоже тетраэдрическая координация и кубический кристоболит. Вот его, государство кристоболитное в координатах давления и температуры. Мало ему места отведено в жизни Си-О-2. Это что такое красное? In English ликвид. при данном давлении где-то там при 1700. Обратите внимание, при повышении давления твердая фаза становится более стабильной. Например, уже при 10 ГПА вам нужно 2600 градусов, чтобы расплавить Си-О-2. Достаточно большое полеустойчивость коэсита. Коэсит, помним, что такое? И в честь кого назван? И какое координационное число у кремния в коэсите? Кто может ответить на все эти три вопроса сразу и быстро? Коэсит имеет полеустойчивость от 2 до 8 ГПА при невысокой температуре. Назван в честь химика КАЭСа, найден в страблеме взрыва в Аризоне тоже, и имеет координационное число 4. Если вы попросите 426-й модель коэсита посмотреть, вас пошлют подальше. Почему? Потому что модели коэсита у нас нет, но зато есть модель кого? Которые вам дадут взамен? Модель полевого шпата. Если убрать крупные катионы калия, тетраэдрический каркас в полевых шпатах, он точно соответствует структуре коэсита. А вот здесь при 8 ГПА мы перейдем уже в рутилоподобную модификацию, названную в честь Тешова, найденную в Аризоне, где как раз уже координационное число 6. А у нас мантия твердая или жидкая? Мантия? Поздравляю. По общей геологии что было на первом курсе? Два? Тогда простите, на чё так? Ну хорошо, ладно, надеюсь, что исправишь. Ну, в общем, конечно, мантия в основном твердая, и СО2 там существует в твердом состоянии, в кристаллическом. А границы ядра и мантии проходят при каком давлении? Кто помнит? Так, первую парту не спрашиваю, какая пятерка по общей геологии была? Ну, какая граница? 10-20? Что-что? Прекрасно, да. Хорошо, а в центре земли какое давление? Земля же маленький шарик, у нас не такой большой, в котором мы живем. 320 препаратов. В центре. Ну, там плюс-минус вообще, чаще произносят цифры 350, ну, ладно. А на границе внешнего ядра и нижней мантии примерно, наверное, меньше, да? Ну, потому что у нас слой металлической жидкости и твердости не давит, как бы. Но все-таки тоже достаточно существенно. Запомните, цифра 136. Что это значит? Это значит, что вот это совершенно не полная фазовая диаграмма СО2. Там сверху еще должно быть что-то много вкусного, интересного, и что-то может происходить еще с СО2 фазовыми переходами. И это вопрос, на который следует ответ Карлсон о спокойствии только спокойствия. Мы сейчас увидим, что там еще много чего вкусного, интересного. Это первое замечание. А второе замечание, что все, что ниже 136, нам с точки зрения Земли неинтересно в силикатном исполнении, потому что СО2 фазового перехода больше 136 ГПА на Земле не существует, потому что СО2 не существует в ядре. Может быть, где-то там, а, кстати, где-то там, это где может быть? У кого есть каменные ядра? Каменные мантии? Ну, там, в принципе, в планетах-гигантах там внутри-то есть, и там давление. Может, с точки зрения Юпитера это было более интересно посмотреть, что там существует. СО2 происходит при давлении 300-400 ГПА и так далее. Так вот, тоже картинка не моя, поэтому я поленился переворачивать оси. Здесь оси по-другому расположены. Есть на предыдущей картинке давление шло по ординате, а температуру по абциссии здесь надо отразить в зеркале. То есть, давление вот идет, а температура вот. Значит, стешовит. Оказывается, 50 ГПА поле устойчивости. То есть, это середина нижней мантии где-то 1000-1200 километров, где-то вот так. А дальше, что произойдет с стешовитом? Это его схематический полиэдрический вид вдоль оси С по плоскости АВ, вы понимаете, да? Вот. Рутила здесь нет, но, я надеюсь, вы его помните хорошо. А дальше ничего особенного с ним не произойдет, его просто ромбически перекорежат. Вот. Он станет ромбической структурой, А не стоит равен Б, и этот структурный тип будет называться структурный тип кальций-хлор-2. Вот. Тоже некоторое количество времени будет жить. А дальше мы перейдем в альфа-плюм, в МО-2 структурный тип, где уже не совсем 6 там. 6, 7, такой не совсем октайдр, там седьмая вершинка уже приближается. Вот. И все. На Земле все. А дальше, здесь надо перит написать в кавычках, будет такая хитрая структура, но это исключительно квантово-химические расчеты. И не только. Сейчас расскажу, что еще. Давление 200 ГПА, происходит фазовый переход Z-стратурного типу, в такую перитоподобную, там, бутгантельки О-2, но это вообще уже чума, это химия других давлений. нам это неинтересно, потому что, ну, таких нет условий, при которых мы можем реализовать эту модификацию. Только, в принципе, давить в камере высокого давления, наверное, уже можно. Рекордный высокобарный эксперимент достигает давления 200 ГПА и больше, но это не у нас и задорого, как вы понимаете, в маленьком объеме. А как вообще посмотреть кристаллическую структуру при высоком давлении? Если мы снимем, то, может быть, ретроградный какой-то метаморфизм обратно пойдет, и оно вернется в прежнем состоянии или потрескается, значит, желательно смотреть под этим давлением сразу, проводить рентгеновскую расшифровку. Как это достигается? Нам повезло, что элемент номер 6, рентген прозрачный почти, потому что это легкий, это углерод, да? В алмазных наковальнях в малом объеме можно достичь очень высоких давлений, а когда вы давите в алмазных наковальнях, можно еще пропустить через него через углерод рентгеновский пучок, потому что достаточно углерод рентген прозрачен, потому что имеет малый порядковый номер. То есть это можно осуществить прямо при процессе сдавливания образца, проводить его рентгеновскую съемку. Ну так вот, расчеты предсказывают, что 210 ГПА, если когда-то где-то войдете в эти условия, то вы увидите такую модификацию с большой долей вероятности. И о том, что она существует, показывают модельные структуры, которые синтезированы при значительно меньших давлений. Посмотрите перитовую модификацию, перитовую в кавычках, да, можно в варианте Германия-2 получить уже в 2003 году и при давлении всего лишь 90 ГПА. вот. А еще более крупный, чем Германия, олово эту возможность реализуют при всего лишь 21 ГПА. А олово это что такое? Станомо-2, это как минерал называется, который при атмосферном давлении стабилен. И переводится греческого, что это значит? Кассетерит. всего лишь навсего оловянный камень, вот. Совсем просто, да? Вот, да, кассетерит, это станомо-2 со структурным типом, не таким, который он станет при 21 ГПА, а всего лишь рутил, да? Этил-кассетерит это известная пара. Окей, ну хорошо, у нас есть время, и мы, пожалуй, попытаемся сегодня поговорить еще про пятое правило Полинга, закончив со сетями модельными структурами, с электростатическими законами, пятое правило Полинга, оно самое хитрое из всех и самое зыбкое и неопределенное, потому что оно в исполнении Полинга гласит следующее, число разных по конструкции структурных фрагментов стремится быть минимальным. К сожалению, оно не стремится быть, а имеет тенденцию быть минимальным, и поэтому он называет даже не правило, а тенденции парсимонии, упрощения структуры, упрощения состава. То есть, какой философский смысл этого правила? Это правило утверждает, что кристаллическая структура не хочет быть бесконечно сложной, число структурных фрагментов разумно будет ограничено минимальным набором различных коррекционных полиэдров, полиэдров. То есть, если есть возможность не городить 18 разных позиций, 18 разных полиэдров, а засунуть в что-то похожее, то это будет засунуто в похожее. Это правило экономичности. То есть, применительно к конкретному химическому веществу при его кристаллизации оно будет выбирать наиболее подходящий для данного психиометрического соотношения структурный тип, и причем по возможности максимально простой. Как следствие из того, что данное правило работает, можно заключить о том, что число известных неорганических соединений многие сотни тысячи, которые обслуживаются с сильно меньшим количеством структурных типов. Мы уже коснулись, что когда природа находит какое-то удачное топологическое решение, как, например, вот это вот, например, либо вот это вот, она заставляет многие сотни даже тысячи конкретных химических представителей залезать в этот структурный тип. То же самое. Прилетел метеорит и ударил по СО2. СО2 идет жаловаться, говорит, что я не помещаюсь теперь в тетраэдер, мне дайте другую координацию, можно я себе собственный структурный тип придумаю? что ему говорят, еще подумаешь, метеорит стукнул. Так, четырехвалентный, да, АХ2 соединение, значит, ты траэдри тесно, пойдешь в октайдр, кто у нас там поближе, там, ТИО2 рутил, будешь кристаллизоваться в рутиле, фиг тебе, они личные структурные типы, да, вот, это типичное проявление правила парсимонии, которое, в общем-то, очень хорошо и сильно помогает жить в этом сложном кристаллохимическом мире. Если бы каждому разрешали делать все, что угодно, мы бы занимались сотни лет изучением только структурных типов неорганических соединений, да, а здесь, как у нас просто, 3600 представителей шпинелей, причем можно примерно понять, что это будет шпинель, посмотрели фактор толерантности, он подходит, подходит, чудесно, давай-ка попробуем шпинели синтезировать. Вот правило пятое Полинга. Так вот, несмотря таким образом, уникальность соотношений, которые сформулированы основным законом кристаллохимии Гольшмитта, формулировка, какая структура кристалла, чем определяется, количеством отношений структурных единиц, понятно, отношением их размеров, что особенно важно для высокоенных структур, и их поляризационными свойствами, то есть электронной конфигурацией, но в современном понимании этого слова. То есть, несмотря на уникальность вот этих соотношений для каждого конкретного химического соединения, число реализуемых структурных тип ограничено каким-то разумным небольшим количеством. То есть, правило Полинга номер пять является проявлением общего закона мироздания и общей тенденцией к ограниченности выбора для кристаллического строения вещества. Но надо конечно осознавать, что это тенденция. У него есть масса исключений, желающие найти кучу исключений, могут их до бесконечности повторять. Конечно, жизнь богаче, существуют различные флуктуации. пожалуйста, у нас разные позиции для железа при фигуре и гранате можно провести список исключений, можно для бесконечности копить, но тем не менее все равно эти исключения не отменят действия этого многие хотели существовать масса дискуссий во второй половине XX века. Может быть, это столько исключений может правило упразднить. Нет, эта тенденция выполняется, она всегда будет навязана и при прочих равных условиях структура будет максимально простой. Таким образом, здесь мы подошли к такой деликатной скользкой теме, как сложность кристаллической структуры. Сам полинг чисто интуитивно никаких количественных характеристик не пытался, никакие модные словосочетания цифровые индикаторы сложности полинг не вводил. Но, естественно, сейчас очень много таких попыток количественно закрепить из-за конкретной химической формулы кристаллической структуры. Главное, некий коэффициент, который показывает сложность данной структуры. Первые попытки были сделаны в 80-х годах прошлого века. Например, индекс парсимонии ввел Бауэр. Вот таким образом этой формулы, очень неудачной на самом деле. Что такое индекс парсимонии по Бауэру? Это число независимых позиций минус число различных химических элементов кристаллической структуры, деленное на число независимых позиций. Например, если мы возьмем анделузит или силимонит, это проходили в прошлый раз, алюминий 2,7,5 в различных структурном исполнении, у них 1,33, а кианит будет 4,33. Еще можно заключить вывод, что кианит более сложная структура с точки зрения кристаллохимического описания, чем анделузит силимонит. Но в целом проба была неудачна, это было неоднократно подмечено впоследствии. Вот, например, возьмем натрий-хлор, возьмем титан-О-2, возьмем титанат-бария. Разные структуры, причем даже в варианте титанат-бария это не бинарное соединение, а тройное. Тройное, три разных сорта атомов, два разных сорта полиэдра, очевидно, что более сложные, чем натрий-хлор. А если подставим формулу Бауэра, будет одно и то же. То есть, не очень хорошее. И следующий шаг уже сделан был на основе информационного подхода. Знаем, сейчас во все области естествознания пытается запихнуть информационный подход, в том числе формула Шеннона про количество утраченной информации и так далее. Наберите в интернете, и вам вывалится тысяча статей, которые посвящены, например, информационной энтропии, журналистике или что-нибудь еще. Гуманитарии очень любят этот информационный подход применить. Здесь очень аккуратно, нужно, очень опасно. Наши питерские коллеги очень любят индекс парсимонии и соответственно, они период таким понятием как количество информации, которое нужно использовать для однозначной интерпретации кристаллической структуры. Здесь все через логарифмы работают, есть качество переменных, число различных позиций в структуре, общее число атомов ячейки, кратность позиций, деленная на координационное число и так далее. В принципе, достаточно интересно, на эту тему написано много статей. Давайте проанализируем. Голит количество информации, бит на структуру и размерность, двоечка получается, рутил 5,5, титанат барий 6,85. В принципе, красиво ложится, видим, что у нас усложняется. Кубическая структура натрий-хлор простая очень с точки зрения писания, с точки зрения различия, там все идеальные позиции заняты без параметрической структуры. В титану-2 уже у нас свободный параметр х у кислорода будет фигурировать, и там уже есть некая вариативность, это однопараметрическая структура, плюс еще отношение цк может варьировать вплоть до безобразия, вплоть до смены координационных чисел. Титанат бария две различные позиции. Пировский, почему он отличный от титаната бария число получилось? Потому что здесь в кубическом исполнении взят, а пировский у нас с расщепленной позиции у 1-2 идет, что сразу приводит к резкому изменению этого коэффициента информации, хотя топология структурного типа при этом сохранилась. В качестве любимого примера авторов этого подхода фигурирует минерал, названный через Лайнуса Поллинга поолингит. Он очень сложный по составу силикат. Видите в формуле коэффициент при кислороде 336. Можно с 5 расшифровывать эту структуру. У него высокий информационный коэффициент 6700. Какие комментарии можно сделать к этой таблице? Данная формула работает значительно более объективно, чем предыдущие неудачные варианты Бауровские и другие варианты. Действительно хотя бы на интуитивно понятные троицы титанат бария. Три атомные позиции, три различных коэффициент многогранника. Сложнее чем ротил. Две позиции разные качи для титана кислород? Конечно, сложнее должно быть. Берспериметрический галит на количественном уровне абсолютно правильный иерархический ряд выстраивается. Потом смотрим огромный диапазон различий в этой изжи тотал. Даже для минералов от первых единиц до нескольких тысяч. То есть минимум в три порядка диапазон отличается этих значений. Это позволило авторам этого подхода разработать даже сравнение иерархическую таблицу и разделить все структуры минералов на несколько групп простых, у которых весьма простых, простых, средняя сложность, сложная и очень сложная. Сейчас давайте посмотрим примеры. Весьма простые. Я накидал некоторые примеры. Алмаз, медь, корунт, у которых эта величина не превышает цифру двадцать. Таких минералов из проанализированной выборки из четырех тысяч распространенных достаточное количество около шестисот. Но значительно больше простых и средней сложности. Они подавляющие большинство минералов имеют коэффициент ИЖи порядка сотни, первых сотен. Это множество силикатов, полевые шпаты, апатит, турмалин, коэсид. Почему сюда попал коэсид? Он моноклинный, у него метрические характеристики такие, что достаточно низкосимметричны хотя бы по своей элементарной ячейке. Но сложные минералы это эвдиолит, очень красивые минералы группы эвдиолита. Поэлингит и так далее. Хорошо. В-третьих, неприятный немножко факт, что даже в рамках одного структурного типа, в рамках одной топологии он может сильно варьировать, как мы видели на титанате баре кальций титана 3. Не хорошо, не в 8 раз сложнее кальций титана 3, чем титанат баре. Что-то не так. Скорее всего, эта характеристика указывает на число структурных параметров, которые нужно знать, чтобы однозначно дать характеристику кристаллической структуры. А если идти дальше и вкладывать в них величины ижи уже некие энтропийные вещи, которые любят приверженцы подхода Шеннона использовать, то здесь можно попасть немножко в тяжелую ситуацию. Этим информационным подходом нужно пользоваться достаточно аккуратно, не вкладывать в него физического смысла, который достаточно спорный. Потому что сторонники данного подхода предлагают следующую вещь, что, например, отменить энтеропию и ввести термин «утраченная информация», в которой все природные законы, все законы термодинамики должны подчиняться. Много поклонников этого подхода, но, например, если досконально им пользоваться, выяснится, что, например, второй закон термодинамики субъективно зависит от нашего незнания этого процесса. Наверное, нехорошо так ставить свое сознание в эгоцентричность в центр мироздания. Все-таки мир наплевал немножко на нас. Тем, кто заинтересован, я рекомендую эту книжку Урусова, где здесь подробно все изложено в монографии «Симметрия и симметрия в эволюции мира», где эта проблема рассматривается достаточно подробно. Вы можете почитать, ознакомиться, составить собственное мнение, нужно ли этим коэффициентом ижи давать энтропийный вклад и перейти сторонникам синих цитат, либо остаться на красных позициях, которые здесь отражены. Так, что у нас со временем? Знаете, что? Мы сейчас закончим наверное этим слайдом, что еще верно подмеченной Поллингом как бы своим пятым правилом тенденции к максимально возможной простоте, она определяется безсловно какими-то важными принципами мироздания, а именно принципами минимальной дессимметризации, которые управляют эволюционным поведением многих объектов, процессов и систем и заключается в том, что система стремится сохранить максимально высокую симметрию, не понижать ее без необходимости и тем самым обеспечить минимальные потери энтропии в этих процессах. Все, на сегодня закончим, а второе правило Поллинга мы будем подробно разбирать уже в следующий раз, потому что это дело вдумчивое, интересное, мы будем конструировать безумные составы, будем опровергать первоначальную формулировку правила Поллинга и увидим, что правило Поллинга номер два это такая классная вещь, которая работает во всех структурах без исключения и позволяет нам правильно расположить атомы в трехмерном пространстве, чтобы структура была хорошая и получилась непротиворечивой. На сегодня все, спасибо за внимание.